Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Время поговорить о ситуации на финансовых площадках. Тема сегодняшней программы «Валютные войны продолжаются». Удастся ли стимулировать курсы экономические, да, курсы при помощи валютных курсов? Мои гости сегодня в студии Андрей Дергин, начальник аналитического отдела Форекс Клаб. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. И в студии Алексей Егоров, аналитик Номос Банка. Добрый день, Алексей. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями о том, что, на ваш взгляд, сейчас происходит на финансовых рынках. Ну и начнем мы наш эфир традиционно с картины маслом. Итак, 1505 в Москве, и я бегло, бегло расскажу, что мы сейчас видим. Ну, начнем опять традиционно со вчерашнего закрытия американцев. Они выросли не сильно, но тем не менее. СНП половина процента прибавил, Доу Джонс, кроме одну десятую, и Насдак почти процент. Сегодняшняя азиатская торговая сессия в отрицательной территории закрылась. Никей 225 потерял 0,2%, Шанкань композит упал на 2,5%. Европа и Россия, собственно, с России начнем. Ну, динамика вялая сегодня, и в основном вокруг нулевых отметок ходят оба индикатора. РТС в этот момент прибавляет одну десятую процента, ММВБ чуть больше, две десятые процента, но в начале сессии снижали, сейчас вот какой-то отскок, видимо, формируется. А Европа сегодня более-менее в плюсе, Фудси 100, по крайней мере, в моменте сейчас торгуется выше вчерашнего закрытия, больше, чем на процент. Хотя статистика из Европы все-таки была достаточно негативной сегодня, но мы об этом поговорим. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент вновь ниже 100 долларов за бочку, 99,5 стоит сейчас 1 баррель Брент, золото 1420 за унцию, евро-доллар после той самой негативной статистики из еврозоны пробил, ну, пока, по крайней мере, пробил 1,30 сверху, и сейчас торгуется чуть ниже, 1,29,90, его текущая годировка. Набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Лидер падения Ростелекома, бычка, 5% теряет бумага. Также можно выделить больше процента теряет Норникель и Сургутнефтегаз. У нас в лидерах роста Росгидро почти 4%, 1,5% Роснефт, 1,5% ВТБ и почти процент Северсталь. Ну, как всегда, приходится признать, особенно говоря, о российском рынке, все очень и очень вяло, все очень и очень неопределенно, все очень и очень неуверенно. Но мы сегодня, в основном, все-таки, если не возражаете, уважаемые гости, будем говорить о ситуациях на внешних площадках, то есть больше о внешних неких факторах, ну, и в призме этих самых факторов поговорим о валютных войнах. Ну, что ж, давайте начнем. Алексей, тебе у меня первый вопрос, да, с точки зрения вот этих самых внешних факторов, на твой взгляд, что сейчас главенствует, кто в голове угла, на что все инвесторы обращают внимание? Ну, сейчас, как и раньше, наверное, все обращают внимание на экономическую ситуацию в Европе. Данные PMI, предварительные индексы PMI показали то, что продолжается в Европе не так негативная, так скажем, динамика в экономике Европы. Ну, и можно отметить, вот сегодня с утра были опубликованы данные из Китая, тоже был опубликован индекс PMI. Там тоже, как бы, наблюдается замедление экономики, причем, как бы, на протяжении всего 12-го года у нас индекс PMI был ниже 50 пунктов. Это значит, что общий настрой, он хуже, чем лучше, скажем так, то есть ниже 50 процентов, меньше 50 процентов. Это плохо. Да, предполагают то, что будет все ухудшение. Ну, на этом фоне, в принципе, мы увидим и снижение стоимости сырья. Основной потребитель, как-никак, у нас является Китай. Ну, собственно говоря, весь этот негатив, он отражается непосредственно и на российской экономике, потому что вот мы видим то, что у нас рубль на самом деле себя не очень хорошо чувствует. Ну, собственно говоря, вот на это обращают внимание. Ну, и, как бы, в конце концов, еще самое главное, наверное, это все-таки будет ли продолжение КУЕ и какие его сценарии его развития. То есть будет сворачивать, увеличивать, оставить неизменным. Ну, собственно говоря, наверное, внимание вот на это сконцентрировано. Ну, собственно, еще раз вернусь к теме сегодняшней программы «Валютные войны». Мы не будем ее выделять в отдельный блок какой-то. Ну, вот Леша, видите, сейчас упомянул о программах количественного замягчения. Но, в любом случае, КУЕ – это, как бы, да, тема Федрезерва, Андрей, на твой взгляд, глядя на Соединенные Штаты Америки, какие возникают ощущения? Что касается экономической ситуации за океаном, то у меня настрой весьма позитивный. Если посмотреть на какие-то последние данные, которые мы получаем из крупнейшей мировой экономики, то они, скорее, вселяют оптимизм. Во-первых, следует отметить, что безработицы, даже те данные по безработице, которые, казалось бы, разочаровывают рынок, то есть рынок ждет традиционно, наверное, создания большего количества рабочих мест. Но тут следует отметить, что те рабочие места, которые создаются сейчас, большинство этих рабочих мест, они являются именно более высокооплачиваемыми. Соответственно, во время кризиса изменилась сама структура американской экономики. То есть, действительно, мы знаем, что, конечно, американская экономика имеет все черты постиндустриальной экономики, но сейчас создается больше секторов с более высокой добавленной стоимостью. И к тому же наметился такой, наверное, курьезный тренд. То есть, многие крупные производители, они переносят производство Соединенные Штаты Америки. То есть, ну и наряду с такими, наверное, тектоническими сдвигами, которые произошли на топливном рынке, для кого не секрет, что сейчас высокая стоимость на энергоносители вынудила американские компании вкладывать огромные средства в исследования и в новые технологии. Мы видим революцию на рынке газа, то есть слансовый газ, он постепенно заменяет природный газ. Но, конечно, мы понимаем, что это может происходить только на фоне высоких цен на нефть и на газ, но уже спотовые цены на газ снизились. Более того, могу сказать, что мы ожидаем рост американской экономики по результатам текущего года на уровне 2,3%. И хочу отметить, что как раз американские компании, которые сейчас отчитываются, они оправдывают все наши самые лучшие ожидания, потому что до сегодняшнего момента из отчитавшихся 75% имитентов американских отчитались лучшие ожидания рынка. Это говорит о том, что генерируется хорошая чистая прибыль у американских компаний. Соответственно, наверное, постепенно Федрезерв будет снижать объемы выкупа облигаций на рынке. Соответственно, это может в какой-то момент привести к коррекции на американском фондовом рынке. И мы считаем, что, наверное, в среднесрочной перспективе именно пара евро-доллар, она где, то есть она закончит, наша цель это 1.28.14. И мы полагаем, что как раз доллар будет... С точностью до пункта цель. Мы считаем, мы считаем, но это не значит, что, понимаете, все как... Это все стараются прогнозировать, но есть какой-то целевой уровень. Вот мы исходим из него. И, конечно, мы наблюдаем сейчас такую парадоксальную ситуацию. Мы наблюдаем раскорреляцию, да, то есть фондовые рынки могут расти, доллар может также расти. Хотя, в принципе, если посмотреть исторически за последние 30-40 лет, то в большинстве случаев как раз, естественно, инвесторы выходили из высокорискованных активов. Ой, наоборот, входили высокорискованные активы, выходили из защитных активов. Соответственно, доллар дешевел, потому что есть трежерис. Но сейчас, понимаете, даже несмотря на то, что мы видели ралли на фондовых рынках, мы видели ралли на рынке US Treasuries. То есть вот именно те активные действия Федрезерва, они приводили к тому, что инвесторы старались сыграть на этом, именно вкладывая в те же самые облигации американские. Я, на самом деле, настроен весьма оптимистично, но в отношении Российской Федерации я пока не могу сказать, что у нас на наших фондовых площадках придут покупатели крупные, поскольку нужны очень сильные сигналы и, наверное, какие-то интересные инвестиционные идеи. Пока ситуация очень вялая. Сильные сигналы, ты говоришь о сильных сигналах, они, эти сигналы на нашем отечественном рынке. Конечно, понимаете, наш рынок традиционно является высокорискованным рынком, и, конечно же, инвесторы сравнивают его с другими рынками. И те рынки им более понятны. Американским инвесторам, естественно, более понятен бразильский рынок. Это и в силу, конечно же, временных поясов. Да, да. Европейские больше смотрят сейчас даже на ту Турцию. Ну и, конечно же, Китай является дарлингом, так скажем, всех инвесторов. И тут, безусловно, Россия, наверное, должна проталкивать какую-то свою уникальную инвестиционную идею. На самом деле, если посмотреть на вещи реально, то наши акции очень сильно перепроданы. То же самое «Газпром». Посмотрите, сегодня он, я не знаю, 119 рублей за акцию. Когда я смотрел первый раз, Сбербанк ниже 100 рублей. Безусловно, эти компании, они сильно перепроданы. Если посмотреть по сектору, «Газпром» сейчас является, наверное, самым дешевым имитентом в секторе. Если брать даже развивающиеся рынки, хотя, в принципе, «Газпром» является глобальным игроком. И, безусловно, сейчас необходимы какие-то сигналы. Сигналы, скорее, от властей, которые начнут ли приватизацию, не начнут. Вот вы сказали о том, что ВТБ сегодня растет. Да, все рассчитывают на доп. эмиссию. Да, там, Ростелеком вчера вырос на 12%, сегодня опять рухнул. Андрей, мы сейчас прервемся у нас с новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Дергин, начальник аналитического отдела Форекс Клаб. И Алексей Егоров, аналитик Номос Банка. Тема программы «Валютные войны продолжаются». Удастся ли стимулировать экономику при помощи валютных курсов? Ну и уж сколько заявлено. Давай теперь об этом и поговорим. За эфиром вы активно обсуждали как раз эту проблему. Мне очень это понравилось. Значит, возвращаемся к Соединенным Штатам Америки. Поскольку они, как известно, затеяли всю эту историю своими программами количественного смягчения. Ну и, собственно, эту тему поддержали многие центральные банки, ведущие центральные банки. Хотелось бы о них тоже сегодня поговорить. Ну так вот, Леш, давай. Итак, как выглядит? Парадоксально, да? Все-таки парадокс есть некий. С одной стороны, КУЕ-3 это деньги, это ликвидность, и фондовые рынки растут, экономика не развивается при этом. Рост можно как бы назвать, да? То есть, как бы деньги внутри страны обращаются на биржи, не выходя в реальный сектор экономики. Просто КУЕ, он немножко дольше, чем те же самые аукционы ЛТРО просто. Ну, как бы примеры возьмем, да? Европу и Америку. Да. И аукционы ЛТРО показали то, что на самом деле там банки воспользовались деньгами, да? Ну, досрочно их вернули. То же самое можно сказать про США, просто он немножко дольше, в периоде растянут вот эти процедуры КУЕ, там первая КУЕ, там еще с кризиса не заканчивалась, там с первого. Ну, не говоря там совсем уж дальней. Вот, собственно говоря, я, честно говоря, не думаю, что там в ближайшее время там Соединенные Штаты способны будут как бы свернуть программу и даже хотя бы заикнуться об этом. Потому что там вот последний раз, когда там были замечания, очень мощные коррекции на рынке были, когда там был намек на то, что там КУЕ будут сворачиваться. И не только там американский рынок лихорадил, а лихорадил там и Европу, там и все остальные, emergency market, то есть все. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что там даже как бы при текущем уровне там создания, количество создания рабочих мест, все равно как бы образовавшаяся пропасть в количестве невостребованной рабочей силы, она до сих пор, мне кажется, не... Там, на самом деле, безработица-то, несмотря на то, что снижается, но безработица как бы искусственно может снижаться, то есть там есть те категории граждан, которые просто уже не идут на биржу труда, потому что они не могут найти работу, и они там уже отчаялись. Причем там есть как бы категория людей, да, вот предпенсионного возраста, которые не могут найти работу, и они просто досрочно уходят на пенсию из-за того, что им уже по возрасту невозможно найти работу. Собственно говоря, я не думаю, что... И безработица может сокращаться как раз вот по этим причинам? Ну, искусственно, да. Не реально за счет того, что все трудоустроены, а за счет того, что просто какая-то категория там либо не выходит вообще на биржу труда, либо уже просто не может найти себе работу и уже отчаялась. Андрей, а вот ты говорил о том, что действительно такой тренд намечается, что американцы возвращают рабочие места, которые вывозили в Юго-Восточную Азию, куда-то в Мексику, Бразилию, возвращают себя. Ну, скорее, это пока носит такой курьезный характер, и мы видим сейчас, и компания та же Boeing сейчас расширяет производственные мощности, да, даже та тройка автомобильных гигантов, они тоже сейчас наращивают производство и пытаются создать рабочие места, да, и там компания Airbus сейчас тоже открывает завод. Ну, здесь речь идет о другом. Речь идет прежде всего о том, что для ФРС два важных сигнала восстановления экономической конъюнктуры — это прежде всего улучшение ситуации на рынке труда, то, о чем мы сейчас говорили, и, безусловно, ахиллесовой пятой американской экономики сейчас является ситуация на рынке недвижимости. Но если посмотреть динамику первого квартала, то становится уже очевидным, что ситуация на рынке недвижимости, она улучшается, и, как мы знаем, для кого не секрет, что именно ситуация на рынке недвижимости, она явилась основной причиной кризиса, да, ну, если не вдаваться в какие-то тонкие подробности, да, там. Ну, как минимум мы можем, так сказать, вспомнить, да, восьмой год, а в седьмом году рухнул ипотечный рынок Соединенных Штатов. И, конечно, те сигналы, которые сейчас посылает нам Федрезерв, они должны, по идее, инвесторов, наверное, успокоить, чтобы не произошло обвал на фондовом рынке. Ну, прежде всего, безусловно, если говорить о каких-то макроэкономических трендах, то сейчас на уровне, на фоне сокращения госрасходов, на уровне, на фоне серьезных каких-то социальных проблем, я думаю, что со временем по мере того, как экономика будет чувствовать себя лучше, выздоравливать, а сейчас мы уже видим определенные сигналы этого, улучшается ситуация на рынке труда и улучшается ситуация на рынке недвижимости. Соответственно, Федрезерв, он будет стараться уже постепенно снижать объемы выкупа. Не следует забывать, что американцы, они традиционно у нас лучшие маркетологи, кто как не они, то Твист, который всегда у них был, в общем-то, и они теперь решили такой новый бренд, да, и все его... Да, 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 да. И quantitative easing там 1, 2, 3 и может быть 4, 5, возможно, но вот эти все монетарные меры, да, скажем так, они носят временной характер. Такая ситуация может продолжаться долго, но не всегда. Всегда она не может продолжаться по одной простой причине, что, в общем-то, это дисфункционально для крупнейшей мировой экономики. Именно она сейчас является китом, на которой держится вся остальная экономика. Не зря же мы с вами, допустим, в повседневной жизни скорее будем покупать доллары, да, чем какую-либо другую валюту. Также инвесторы, безусловно. Американская экономика в настоящий момент пользуется, я думаю, наибольшим доверием. Ну, если не брать небольшие экономики, типа Швеции, да, там и Швейцарии. А что касается этой программы, то, конечно, сейчас ставки, они находятся на рекордно низких уровнях. Это стимулирует, тем самым банки кредитуют больше. У них были проблемы, потому что мы видели падение потребительского спроса в прошлом году в третьем-четвертом квартале. И, соответственно, это сразу вылилось в снижение тех же самых, доходов тех же самых ритейлеров. Ну, я условно говорю, безусловно, это все влияет, все взаимосвязано. И сейчас уже вот сегодня информагентство сообщили, что американцы будут по-новому рассчитывать ВВП. И, конечно же, по сути, потому что экономика очень быстро меняется. И ситуация, она не так плохая и критична. Понимаете, мы говорим о том же Кипре. Кипр 0,2% от экономики еврозона. Это проблема больше для нас, для россиян, чем, допустим, для тех же немцев. Для немцев это вообще облегчение, можно сказать. Может быть, там, конечно, Ангела Меркель ночами не спит, да, и пытается каким-то образом... Ну, я думаю, может, она и не спит, но у нее есть другая причина. У нее выборы на носу, да, и, соответственно, конечно... Ну, конечно, это можно рассматривать как метастазы той опухоли, которая была полтора года назад. Но, понимаете, они локализованы, эти метастазы. Уже нельзя говорить о том, что кризис, он будет дальше развиваться. Но, к сожалению, вот ситуация, например, у нас в стране, она, наоборот, внушает определенные опасения. Потому что мы постепенно можем скатиться к весьма неутешительным показаниям по темпам роста. Даже не ВВП, ВВП, ладно, промпроизводство сейчас. Ну, хоть март был у нас достаточно хорошим, но, тем не менее, сейчас оснований для оптимизма очень мало. И очень зависит многое от того, насколько будут прозорливы наши власти и как быстро смогут они. Сегодня мы... Вчера было совещание у президента, мы все видели, да, бюджетные правила, да, какие идеи предлагаются. Но, может быть, нужны какие-то новые, совершенно иные идеи для того, чтобы... Революционные. Да, революционные. Но при этом, наверное, нужны и какие-то люди другие, которые эти идеи преподнесут, Леша. Да. Нет, ну, по поводу Кипра. Давайте все по порядку. Давайте. Ну, на самом деле, проблема с Кипром для Германии, это может даже быть и, как бы, принципиально позитивно, да, если рассматривать это ослабление евро, да, для Германии это ослабление общей валюты, да, для Германии это стимулирование экспортеров, да, которые будут непосредственно продавать свои товары. Извините, я тебя перебью. Давай еще раз к теме вернемся. Мы говорим о валютных войнах. Вот, в принципе, сейчас можно сформулировать, да, в очередной раз для наших слушателей, что мы подразумеваем под валютными войнами вот в нынешнем их формате. Не, ну, валютную войну, да, это за счет изменения курса валюты, да, в более выгодном свете, не более выгодном, более выгодно делать это для собственного рынка, то есть для производителей, которые производят что-то на экспорт. Несколько способов, да, снизить стоимость собственной валюты, да, это как бы сделать какие-то монетарные смягчения, которые, ну, не искусственно, а в натуральном выражении, так сказать, фундаментально снизят стоимость валюты. Негативными сценариями, как, например, мы увидим в Европе, да, ну, то есть можно же тоже рассмотреть. Вариант манипуляции некой, да? Ну, да, можно назвать это манипуляцией, то есть до последнего, как с Грецией, да, до последнего момента отказывать им в выделении каких-то помощи, да, но в конечном счете там... Поддержать. Да, все-таки поддержать, да, и каждый этап там, каждый этап, каждый транш финансовой помощи, да, очередной, можно как бы притормаживать, да, искусственно, тем самым снижать. Но, во всяком случае, если монетарно мы смягчаем валюту, то она имеет какой-то стабильный, да, курс, то есть что на самом деле выгодно экспортерам, потому что, ну, как я предполагаю себе, все страхуют все-таки какие-то валютные потоки для себя. А искусственным образом, то есть вот создавая на рынке какие-то негативные новости относительно, там, экономики в стране, ну, это все-таки вызывает какую-то волатильность и девиацию, которые, мне кажется, негативны. Да, никому, да, даже если и преследовать цель ослабить собственную валюту. Да, но все-таки слабая валюта для развитых экономик, она интересна, но самое главное, чтобы там их не настигла, скажем так, какая-то инфляция. Про гиперфляцию мы говорим. Ну, вот давайте поговорим, смотри, развитые экономики, вот говорим несколько, Соединенные Штаты Америки, Еврозона в целом, Британия, Япония, достаточно, наверное, да, и первым, и вторым, и в третьем случае мы видим все-таки, да, некие программы смягчающие, монетарные, да, ну, аналоги QE3 в какой-то степени. Ну, они все как домино, да, конечно, но сейчас, понимаете, сейчас разновекторно развиваются действия центробанков, потому что первая инициатива у нас за сильнейшими игроками. Соединенные Штаты, и, конечно же, примазалась к ним Великобритания традиционные исторические, экономические узы, и вспомните, они первыми стали жертвами кризиса вот этого широкомасштабного. Что касается ЕЦБ, ЕЦБ, они, во-первых, сама схема принятия решения у них забюрократизирована, да, вот то, о чем говорил Алексей по поводу тех же транш и Греции. Они всю эту тему мусолят, 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 и утверждают здесь, утверждают там, то они выкупают итальянские банды, то не выкупают итальянские банды, в итоге создает определенную нервозность на рынке. Но общего вектора нет. Всем понятно, что есть там последняя индустриальная экономика в Европе, это Германия, стабильная, крупная среда крупных экономик. Но действия ЕЦБ, они принципиально отличаются от действий ФРС. Они отличаются тем, что если ФРС, у них есть история проведения подобных акций там под разными названиями, да, там, возможно, это было по-другому, да, то, что мы вот говорим о том, что это был гринспан, был идейным вдохновителем. А у ЕЦБ история евро-то очень короткая, понимаете? Сейчас у Драги он вообще считался главным апологетом борьбы с инфляцией. Сейчас он ушел в анализ, то есть он не знает, что ему делать. С одной стороны, то ли бегать по периферии европейской, тушить вот эти долговые пожары, то ли стимулировать рост в экономиках старой Европы. Соответственно, это приводит вот к этой неразберихе. А в Японии сейчас мы видим новое правительство, новое руководство Банка Японии. Они вообще сказали, что мы сейчас будем выходить на рост инфляции. Так что мы особенно будем здесь жить, а вы там сами. Хотя тоже у нас defensive currency, иена. Ну, можно сказать, тем не менее, что вектор-то уж там однозначный, да? Определенно однозначный вектор в Японии, я имею в виду. В Японии он уже 15 лет. Андрюш, сейчас прервемся еще раз. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему валютных войн. Удастся ли ведущим мировым экономикам, которые в эти валютные войны включились, очевидно. Удастся ли им стимулировать собственную экономику при помощи валютных курсов. Еще раз напомню, в гостях сегодня Андрей Дергин, начальник аналитического отдела Forex Club. И Алексей Егоров, аналитик Номос Банка. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, продолжим. Вот замечательный, пришли к замечательному разговору о том, что, ну, по идее, да, если, так сказать, пользоваться какими-то классическими канонами экономической науки, то наверняка, в каком формате программу количественных смещений вы не обнаруживали, то она неминуемо должна привести, наверняка, к инфляции, да, Алексей? Ну, конечно. Ну, либо к инфляции, либо к пропорциональному росту промышленного производства. Ну, то есть, росту ВВП, потому что, ну, как бы, либо у вас деньги ослаблены, либо стоимость денег изменяется в меньшую сторону и растет производство, либо у вас совсем все плохо, инфляция растет, в общем. Ну, собственно говоря, как мы видим... И что происходит, да? Как мы видим, на самом деле, как бы, все запуски КУЕ, там, в Соединенных Штатах Америки, они, по сути, не привели, там, к глобальному росту инфляции, то есть, там, инфляция осталась в пределах, там, озвученного уровня. Ну, вот, собственно говоря, в Европе, в Европе немножко по-другому, потому что, там, та процедура, которую они хотели запустить, она не заработала в полном объеме, в котором действительно это планировалось. То есть, деньги в экономику не ушли, не ушли на кредитование, то есть, периферийные страны остались также со слабой экономикой, то есть, деньги к ним туда не пошли, даже несмотря на то, что, там, как бы, основной ориентир был запустить вот эти аукционы ЛТРО, для того, чтобы банки... Кстати, вот, о аукционах, которые прошли уже, да, ты вот упоминал, банки, собственно, с помощью этого аукциона себя на плаву поддержали, да, а потом, когда они из критической ситуации выскочили, они вернули все эти деньги, собственно, чтобы не связываться, не дай бог. И третье, третье, да, где там, ну, не берем Британию, да, как бы, честно говоря, а возьмем экономику Японии, ну, там только озвучены ориентиры того, как это все будет происходить, то есть, как бы, план есть, но фактическая реализация пока еще не показала никаких результатов, то есть, там, мы еще не успели просто, как бы, увидеть, там, рост инфляции, рост производства какие-то, ну, то есть, экономика еще не успела отреагировать на монетарные действия. Тем не менее, курс национальной валюты уже успел отреагировать. Нет, ну, это естественно. Ну, да, и в то же время они постоянно, понимаете, Япония, она у нас в дефляционной спирали уже, по-моему, лет 15 находится, да, и все это время они вкачивали и вкачивали деньги. Вот кто проводил эту систему количественного смягчения, так это Банк Японии, по-моему, вот на протяжении, ну, последних пяти лет точно. Поэтому сейчас им будет очень сложно достаточно проводить политику по росту потребительских расходов, по раскручиванию потребительских цен, прежде всего, и на самом деле это является вызовом для правительства Японии и вызовом для Банка Японии, потому что те меры, которые они сейчас предлагают, они вряд ли в краткосрочной перспективе приведут к росту потребительских цен. Но, с другой стороны, уже сейчас ведется дискуссия в кругах экономистов, что Япония может стать в ближайшие 2-3 года, наверное, наиболее динамичной развитой экономикой по темпам роста именно, потому что, да, говорили там потерянные десятилетия и так далее, и сейчас, в общем-то, быть может, они как раз готовы вот к тому рывку. Но, понимаете, у нас сейчас жизнь меняется очень быстро, у нас меняются технологии, у нас тектонические сейчас двиги в целых отраслях экономики. Мы с вами затронули топливный сектор, да, топливно-энергетический сектор. Сейчас вот та же самая фармацевтика. Все меняется крайне-крайне быстро. И как раз очень важно вот к этому рывку, наверное, подготовиться и России тоже, в том числе. Потому что, если посмотреть на ситуацию сейчас, она тоже парадоксальна. У нас рубль снижается, хотя, по идее, реальный курс рубля в последние 5 лет, он, наоборот, рос. Потому что, ну, по сути, те же самые валютные войны, понимаете? Валютные войны, это... сейчас они не актуальны. Валютные войны актуальны, когда мировая экономика находится в кризисе. Когда развивающиеся экономики, они стараются, правильно Алексей говорил, и развитые в том числе, стимулировать экспорт, да, и экспорт из-за дешевизны национальной валюты. Но это является уже устаревшей моделью стимулирования. Потому что, ну, что сейчас, если все... Мы не можем, допустим, все зависит от инфляции. У нас сейчас ставка 8,25, да, и реальная инфляция составляет 8%. Ну, опять же, мы видим, что происходит. Конечно, чуть-чуть. Ну, реальная, реальная инфляция, реальная есть, как бы... Я понял. Ну, да, есть официальная, есть реальная. Ну, я думаю, реальная немного больше. Нет, хотелось бы просто реальная номинальная. Ну, опять же, понимаете, это все сейчас такое, наверное, топтание на месте определенное. И те же самые валютные войны, они никому сейчас ничего хорошего не принесут. То есть они могут в какой-то, наверное, краткосрочной перспективе, ну, может быть, увеличить объемы экспорта. Ну, посмотрите, что происходит сейчас в Китае, да. Конечно, все требуют, чтобы юань был револьвирован. И Китаю, в принципе, сейчас это могло бы показаться очень даже кстати, потому что они пытаются построить модель роста на росте внутреннего спроса, да, и не быть зависимым от экспорта внешней торговли. Но, тем не менее, Поднебесная поступательно шаг за шагом револьвирует свой юань, да. Для кого могут быть выгодны эти валютные войны? Быть может, для Бразилии, да, потому что доллару падать дальше некуда, потому что, в принципе, уже там ставки находятся на рекордно низких уровнях, соответственно, он может еще снизиться. Может снизиться, если брать баскет, то есть корзине валют. Но сейчас все-таки тоже есть определенный баланс, если брать развитые валюты. И я уже говорил, что наш прогноз по евро-доллару 1.28.14 могут быть, конечно, сейчас какие-то, наверное, интересные идеи на американском фондовом рынке, но каких-либо серьезных потрясений мы не ожидаем. Я понял. По поводу того, что эффект от валютных войн может быть не настолько очевиден, ну, как бы хочется привести пример экономической, там, форма экономической конкуренции, это как демпинг, да, то есть он тоже во времени, там, не такой глобальный, да, но эффект от него выдавить конкурентов, потому что, на самом деле, получить конкурентное преимущество, там, не знаю, тем же самым автомобиле, автомобильной промышленности, да, вот, например, Россия до сих пор не может, там, наши автомобили сделать конкурентоспособными, и все попытки, там, как-то стимулировать эту отрасль, она не приводит к должному эффекту. Собственно говоря, вот, пример, там, по-моему, Корея, да, которая внутри страны, там, ориентировала производство автомобилей, ориентировала на внутренний спрос, да, как бы у них, а теперь они экспортируют автомобили. Это зависит от валютного курса, вот наша проблема автопрома, это валютный курс. Нет, я просто привел пример стимулирования той или иной отрасли, да, вот, как бы, в данном случае валютные войны, они стимулируют экономику в целом, да, вот, которая основана на... Она становится больше, более конкурентоспособной. Да, да, то есть, если у вас, как бы, вывозится из страны товаров с повышенной добавленной стоимостью больше, да, чем ввозится, ну, это, по идее, хорошо для вас, ну, вот, собственно говоря. Скажем так, если, вот, посмотрите, если взять ситуацию в России, что, если предположить, что сейчас нас ждут, наверное, резкое снижение курса рубля... Нелегкие времена, да, ждут. Хотя, 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 все равно я остаюсь сторонником той идеи, что рубль будет дорожать, если не будет каких-либо серьезных внешних потрясений, то, к чему это приведет? Это, естественно, приведет к импортозамещению на внутреннем рынке. То есть, ну, мы помним все 99-й год, да, 99-й год, 2000... Ну, 99-й, может, не все уже помним, ближе куда-нибудь. Нет, тогда был очень сильный всплеск именно, просто я очень хорошо помню, что на прилавках появилось очень большое количество тех же самых российских продуктов, да, и, конечно, это стимулирует, это стимулирует российских производителей, потому что импорт становится очень дорогим. Но, все-таки, я думаю, что резкого укрепления доллара и евро, соответственно, на российском рынке не будет. Более того, как показывает практика, если дешевеет евро, то дорожает рубль. То есть, если мы сейчас будем наблюдать на мировом валютном рынке снижение курса евро, серьезное снижение... Будет укрепляться рубль. ...то рубль будет все-таки укрепляться. Хотя в последнее время, я еще раз отмечу, что мы видим раскорреляцию. То есть, уже сложно говорить, мы знаем, что, конечно, у нас главный индикатор – это цены на нефть. А цены на нефть сегодня уже, по-моему, там были ниже ста, да. То есть, вот главный, так сказать, наш вектор. Ну, по поводу корреляции между евро и рублем хочу, ну, как бы, высказать свое мнение. Ну, в последнее время у нас евро был как индикатор риска какого-то, да, то есть, когда у нас курс евро на международных рынках рос, это значит то, что инвесторы, там, готовы вкладываться в рисковые активы. И на этом фоне, вот я, честно говоря, обращал внимание, что, наоборот, рубль укреплялся. Когда евро у нас начинало демонстрировать снижение на фоне, там, какого-то очередного обострения конфликта в экономике одной из стран еврозоны, то у нас, как бы, соответственно, там, рубль в корзине, там, соответственно, очень плохо себя чувствовал. Падал, да? Да, падал. Ну, если действительно, вот, логику эту применять, евро как индикатор риска. Да, евро как индикатор риска. Евро растет, риск растет. Нет, потому что основные сейчас риски, как раз-таки, связаны, там, непосредственно с Европейским Союзом, да, нежели чем, там, с Соединенными Штатами Америки. Ну, собственно говоря, там, и пример, да, того, как, там, например, доллар, когда доллар укреплялся, да, там, можно было обратить внимание, доллар укрепляется на международных площадках, индекс доллара растет, там, доходность USD снижается, потому что инвесторы уходят из риска, да, в USD. Ну, естественно, там, конверт. Все остальное падает. Да, все остальное падает. Ну, собственно говоря, я вот, как бы, вот это бы лучше привел пример. Это нормально, да, но это логика, но Андрей, мы смотрели именно по баскету, то есть мы смотрели курс евро к большинству вот этих развитых валют. Когда курс евро снижался, ну, если посмотреть, там, за последний даже год, то рубль демонстрировал укрепление. Ну, это, опять же-таки, знаете, выводы могут носить, естественно, весьма условный характер. Не, ну, характеризовать рубль, да, как потенциал его укрепления, я тоже не стал говорить, что в ближайшее время, там, какие-то есть факторы, которые способны повлиять на укрепление рубля, потому что, если честно... Ну, кроме роста цен на нефть. Ну, я думаю, даже, там, если сейчас цена на нефть вырастет до 110, я не думаю, что рубль, там, укрепится до 30, если честно. Я в начале года, там, отмечал, что маловероятно, что рубль, там, опустится ниже 29,50. Вот, я, честно говоря, не верил в это и сейчас не верю. Просто характеристика того, насколько сильный рубль, да, у нас показали все события, да, прошли выборы в Италии, и негативно прошли, то есть, там, рубль, первый выстрел, да, рубль ослабевает, потом, там, начинаются какие-то новые конфликты, рубль опять начинает, то есть, макроэкономическое событие, не связанное с российской экономикой, очень сильно влияет на нашу национальную валюту, ну, что, собственно говоря, показывает, насколько мы зависимы, там, от всего. То есть, инвесторы очень, как бы, внимательно смотрят за теми рисками, то есть, настрой инвесторов больше негативный, чем позитивный, потому что на негативные события реагируют более сильно, нежели чем на позитивные. Вот так. Я понял, и надо отметить еще, да, если мы говорим, действительно, что прежде всего, ну, так уж сложилась жизнь, да, на отечественную валюту или на ситуацию на отечественном рынке влияют, так сказать, сторонние факторы, то все-таки внутренняя какая-то история, ну, в частности, сейчас, да, у нас там традиционный спрос на рубль, да, налоговый период. Но уже сейчас, понимаете, сейчас объемы сильно упали, они почти снизились в три раза, объемы торгов. Нет, ну, как бы, объем налогов-то у нас, на самом деле, сейчас даже, как бы, лучше стало. Нет, смотри, я просто к тому, что, если действительно внутренний фактор сейчас поддерживает рубль, то он закончится, и тогда мы видим продолжение этого тренда, и мы опять... Ну, может, получше станем. Нет, конечно, сейчас есть определенный, там, тренд на снижение курса рубля, но все-таки вот я оптимист в отношении рубля, я считаю, что он должен хоть как-то укрепиться. Кстати, Андрей, тоже интересно, оптимист в отношении рубля, это, значит, человек, который хочет, чтобы рубль был сильным. Логики здесь не очень много. Значит, мы сейчас еще раз прервемся, спасибо вам огромное, и послушаем новости на Финам. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сегодня мы говорим о валютных войнах, сухой остаток на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев, и я напомню моих сегодняшних гостей. В студии Андрей Дергин, начальник аналитического отдела Форекс Клаб, и Алексей Егоров, аналитик Номос Банка. Все же вопрос-то, требующий ответа, удастся ли простимулировать экономику мировую в целом, и каждого конкретного участника этих самых валютных войн при помощи вот этой вот стимулирующих программ? Леш, ну в глобальном смысле, как ты думаешь? Конечно. Не, ну я думаю, просто сейчас все запускают параллельно. Ну, там, кто-то раньше начал, кто-то позже, кто-то посередине между ними. Ну, собственно говоря, сейчас приблизительно, мне кажется, начнет какое-то выравнивание быть. Просто на самом деле, как бы для крупных экономик это не такой эффект будет, как это будет эффект для как раз мелких развивающихся экономик. Я думаю, больше всего по ним там пройдется. А мы, кстати, Андрей, как думаешь, мы будем участниками этой модной истории под названием валютных войн? Я имею в виду Российскую Федерацию. Российская Федерация стоит особняком даже в той аббревиатуре, которую ввел с легкой руки Джима Унила, да, БРИК, потом БРИКС. Все-таки Россия это страна, наверное, такая полностью индустриальная, то есть она обладает определенными преимуществами, и что касается людского, human capital, да, что касается, ну, просто интеллектуального какого-то потенциала, если сравнить другие развивающиеся рынки. Поэтому, в общем-то, здесь она по темпам роста сейчас больше, так сказать, склоняется, наверное, к экономикам развитым, хотя, по сути, таковой не является. И здесь следует отметить, что... То есть мы развитые только, если смотреть на ВВП, да? Ну, почему на ВВП, если смотреть именно на... А если на инфляцию смотреть, то как раз так развиваешься. У нас какая-то синергия. Да, нет, на самом деле, все-таки нельзя, понимаете, у нас, если брать вот... Даже сейчас уже говорят о том, что упустили очень многое, но нельзя сравнить, не корректно сравнить даже российскую экономику с бразильской экономикой, даже с китайской, которая там демонстрирует постоянный рост. С китайской, а у нас бразильской почему нет? Потому что очень... Вы даже ментально где-то читали, вы даже ментально очень похожи. Ну, имеете в виду, если там по просмотру сериалов и по их производству... Ну, пример, да. Да, у них, значит, Эмбрайер, у нас Суперджет. Нет, на самом деле, все-таки существует серьезная там... Президент Делула, да, он привел более-менее страну в порядок. Но существуют очень серьезные социальные проблемы. Во-первых, сильное расслоение, да, это инфраструктура, которая совершенно не развита. И очаги такой достаточно цивилизованной жизни. Сейчас ситуация быстро меняется. Россия все-таки более цельный экономический организм. И даже несмотря на те проблемы, она все-таки, наверное, более серьезный игрок. И который, несомненно, обладает большим политическим весом. Но именно отчасти вот те политические риски, они и стали причиной распродаж на российском фондовом рынке. Потому что любой развивающийся рынок, он обещает высокую премию за риск. То, что мы видим в России, я считаю, что сейчас основной целью именно экономического блока правительства, и, может быть, руководителей, ну, разных агентств, это популяризация российского рынка среди иностранных инвесторов. То есть необходимо проводить разъяснительную работу. Необходимо какие-то создавать интересные истории. Может быть, приватизация вот тех госпакетов, хотя сейчас не самое лучшее время. Для иностранного инвестора сложно придумать много интересных историй. Это для отечественного инвестора, который далек вообще от этих... Есть, я вас уверяю, истории интересные есть всегда. Для иностранного инвестора стабильность должна. Вот прежде всего. У вас был порядок, ребята, видите порядок. А стабильность, понимаете? Стабильность дает инвестору доход невысокий. А если мы видим рынок развивающийся, то инвестор диверсифицирует свой пакет, он готов вкладывать. И потом, я считаю, что у нас ситуация достаточно стабильная. Да, мы видим сейчас некоторый отход от устойчивой динамики роста ВВП и промпроизводства. Но я считаю, что это остаточные, вот какие-то остаточные негативные явления, послекризисные. Но с другой стороны, конечно, то, что мы видим и какие-то факторы, которые влияют негативно. И прежде всего, это то, что у нас идет медленный, но уверенный процесс о государствовании экономики. То есть мы видим, что, в общем-то, чувствует себя только хорошо крупный капитал, да, госкорпорация. А мелкое, среднее предпринимательство не развивается. Вот именно на это надо делать упор. Но это уже вне контекста фондовых рынков. Нет, ну это важно в любом случае. Нет, ну для экономики. Нет, просто хотелось бы привести пример, да, почему там Россия политически такой, не самый последний игрок в политической арене. Ну, потому что, во-первых, у нас исторически, да, как бы мы как наследники Советского Союза. Относительно того, что у нас, в отличие от Бразилии, нет рассловения, ну, позволить мне согласиться. У нас там рассловение, ну, отъедите там 150 километров. Есть же некоэффициент, показатель, который рассчитывает как раз. Мы без коэффициента все видим. Нет, я просто сам изначально там из Санкт-Петербурга, да, я как бы вижу там отличия, как живут там мои родители, да, и как живут люди в Москве. Ну, тоже как бы очень сильное рассловение, если даже можно взять... Две столицы взять, да? Ну, да, две столицы, да. Я не хочу критиковать, да, что-то. Нет, ну это факт, а что? Да, просто это... Это данность такая. Ну, и, собственно говоря, там, если вот брать... Да, действительно, мы с Бразилией очень схожи с точки зрения того, что у нас там две сырьевые экономики. То есть у нас в структуру ВВП входит все-таки добывающая отрасль, занимает доминирующее положение. Ну, собственно говоря, я думаю, что если не будет стимулирования вообще глобального производства, да, в глобальном масштабе, то есть во всем мире, то потребление сырья, оно, по идее, должно замедлиться. Ну, и, собственно говоря, как бы это негативно. Может быть, уже это и происходит сейчас? Да, 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 да. Да, если обратить внимание на стоимость там комодитис, комодитис снижается. И все попытки там мировых центральных банков вывести экономику из состояния рецессии, оно как бы просто замедляет тот экономический период спада, да, как бы оно просто замедляет этот спад. Но, по сути, ничего хорошего не происходит. То есть, действительно, есть какие-то оптимистические нотки в экономиках, там, США, там, в Европе иногда проскакивают, то есть, там, безработицы, там, в Германии, там, снижаются. Но в совокупности ничего хорошего, как бы, по сути, так и не произошло. Я всегда подозревал мрачность в жителях северной столицы. Вот всего просто... Навеяло. Да. В этом причина, видишь, оказывается. Но факт остается фактом. Мировая экономика сейчас растет. Видите, зеленая революция привела к росту в Африке. Даже в Африке, понятно, что там был этот эффект низкой базы, да. Мы видим, как себя чувствуют сейчас экономики Юго-Восточной Азии. То есть, понимаете, целые регионы вырываются из вот этой пучины бедности. Та же самая Латинская Америка, Южная Америка. Мексика еще 15 лет назад была, так сказать, непонятно, какой экономикой на заводку в Соединенных Штатах. Сейчас там мы видим уверенный стабильный рост и так далее. То есть, мир, конечно, богатеет, мир меняется. Но, опять же, многое будут диктовать именно технологии. И очень важно, понимаете, во всем можно видеть какие-то позитивные черты, можно видеть негативные черты. Исходя из текущей ситуации в России, позитивные моменты тоже есть, да. Я считаю, что если, допустим, сейчас произойдет ухудшение внутренней экономической конъюнктуры, то это приведет к каким-то, наверное, решительным шагам по модернизации устаревшей инфраструктуры. То, чем сейчас активно занимаются российские власти, да, мы видим. Видим крупные эти инфраструктурные проекты. И, в общем-то, это, наверное, является новостью позитивной. И тут следует как раз присмотреться к котировкам именно акций эмитентов, которые участвуют в этих крупных проектах, да. Но, опять же, мы находимся в капкане, в капкане настроений внешних игроков. И, понимаете, вот без этой разъяснительной работы, без популяризации российского рынка никакого резкого поворота не произойдет. Потому что наш рынок иностранные инвесторы рассматривают как спекулятивный рынок. И если посмотреть на какие-то долгосрочные инвестиционные проекты, то они есть, конечно. Потому что крупные транснациональные корпорации, они вкладывают в российскую экономику. Но нужен какой-то, наверное, решительный, я бы сказал, даже тектонический сдвиг в этом направлении. И вот сейчас мы находимся, понимаете, как богатырь вот у этого камня, да. И все зависит от того, на перепутье, да, по какой дороге мы пойдем. И, понимаете, те... Хорошая метафора, я просто вспоминаю, что на камне написано, там много всяких. Да, да, налево, направо, там прямо. Я думаю, надо прямо идти просто, идти прямо постепенно, шаг за шагом. И, конечно, все делают какие-то ошибки, да, там, по строению. Понимаете, рыночная экономика, рыночной экономике у нас сколько лет? Немного. Немного. Соглашусь. Да, но захотелось бы, вот вопрос, я так иногда думаю, захотелось бы мне жить, например, в Китае. Ну, нет, наверное. Тоже, понимаете, везде есть масса проблем, да, там у них экологические проблемы и так далее. Если ты родился в Китае, то у тебя забыли. Да, да, вопрос... Да, это... Поэтому... Вопрос философский. Не, ну, мне кажется, такая вещь, порядок мировоззрения и кругозора, который позволяет. Может, китайцу там из маленькой деревни хочется очень жить там, не знаю. Восточном, в Китае, в Шанхае. Да, в каком-то там развитом регионе. Вот мы говорим о валютных войнах, а в Китае крестьянские войны, потому что девелоперы захватывают земли и там поджигают все крестьяне. Я вот, знаете, вот по поводу Китая, там и крестьян, я в свое время такую слышал заметочку на каком-то авторитетном телеканале, что в Китае основная проблема сейчас с рабочей силой. Во-первых, стоимость рабочей силы растет, потому что сотрудники стали более квалифицированы. И второе, то, что низкоквалифицированных рабочих стало меньше, просто там из деревень уже некого ввозить. То есть рынок наелся просто. Да, не то, что наелся, да, а рынок наоборот требует новых сотрудников, но их брать неоткуда. Ну, то есть я думаю, что, ну, то же самое, наверное, будет с Индией, там потихоньку вот всю Азию захватывать. Конечно, конечно. И именно поэтому, может быть, да, и мы вот вспоминаем, Андрей об этом говорил, пока он почему-то называет это, как ты этот тренд назвал, забыл я слово, вот этот тренд, который возвращает, да, производство из развивающихся экономик в развитые экономики. Но есть у нас, у нас сейчас происходит, например, все хотят репатриации капитала, да, национализации элит, то есть капиталы возвращаются, может быть, возвращаются, да. А если посмотреть на этот процесс, понимаете, с точки зрения, что в Китае, в Китае развитый восток, они развитые средины Китая и Запад, да, действительно, там дорожают рабочие силы, но там есть куча, понимаете, в Китае есть проблема рабочей силы, так называемой рабской рабочей силы. То есть политика одна семья, да, один ребенок, соответственно, высокие налоги, и люди без документов, без всего, вот они идут там и за, я не знаю, там чашку риса, работают где-нибудь, я не знаю, там в Уйгурском каком-нибудь округе, да. Поэтому, ну, в России все-таки ситуация другая, мы более, являемся более развитой экономикой, и все-таки я думаю, что вот возможно, как я уже говорил, то ухудшение конъюнктуры, оно станет именно толчком к каким-то решительным реформам, именно системным реформам нашей российской экономики. Все предпосылки у нас, как всегда, есть для этого. Ну, слава богу, я говорю, как говорят в таких случаях, нет худа без добра, да, будем надеяться, что любое худо, в конечном итоге, закончится добром. Огромное спасибо, уважаемые гости, Андрей Дергин, начальник аналитического отдела Форекс Клаб, Алексей Егоров, аналитик Номос Банка, были сегодня в Сухом Остатке, мы говорили о валютных войнах, ну, будем надеяться, что все-таки позитивные ростки проклюнутся. Спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания. Спасибо.